Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и это реакция на The Nafig. Очень страшная, но переозвучка. Смешная озвучка, гоблин. Да, допустим. Ладно, звук прибавили, погнали. Э, погнали. Так, что там будет сейчас? Что, Джорджи, хочешь свой кораблик обратишь? Джорджи! Че ты ржешь, чучело? Лучше гони сюда свою мобилку! Что, прости? Ты че, тупой, что ли? Слушай, давай-ка повежливее. Это типичная Россия. Да и то только, когда их кадрю. Но я, вообще-то, взрослый. Ну, типа, смотрите, он, вообще-то, взрослый. Что-то у меня аппетит пропал. Я, пожалуй, пойду. А тебя че? Кто-то разве отпускал? Кто-то прошел. Стой, говорю. Я с тобой еще не закончил. Нормально, хорошо. Я тебе превратить в голую Марго Робби. Фу, нет, фу, фу, фу. Подехнень, ты монстр или кто? Фу, какая Марго Робби, подожди, стой. Нет, нет, фу, фу. Зачем ты сказал эту гадость? Фу. Бляй меня спускаться и снова бить тебя. Делай, что говорю, а то хуже будет. Ты ведь вроде новенький, да? Я Беверли. Мы учимся вместе. Да ладно. А по книжке эту подругу все чпокали. По книжке, по книжке по самой. Двадцатилетняя девушка в самом соку. А я, словно, только вчера выпустился из детского садика. Ну, девочки всегда были. Еще и щечки розовенькие даже. Нормально. Но не на четвертом же курсе универа. Кажется, это тапочек, пропавший Бетти Рипсом. О, черт. И что теперь будем делать? Может, поищем ее тело? Может, таки поищем паху от ее тапочка? Парни, да это же важная улика. Давайте отнесем ее в полицию и поможем расследованию, а? Ты что, с ума сошел, что ли? Гениально, Ричи. Что еще предложишь? Может, пойти в жуткий дом монстра, предварительно вооружившись? Но ведь в полиции нам реально могут помочь. Заткнись, Ричи. Это слишком тупо. Пап, видал, какой я макет построил? Джорджи придет, просто обалдеет. Билл, Джорджи больше нет. В смысле, они же только что с мамой в магаз ушли. Мамы тоже больше нет. Так, бать, если ты опять брал мои таблетки без спросу, и таблеток тоже больше нет. Ну, просто потрясающе. А теперь садись на стул и смотри, как я буду шлифовать свой ствол. С полной ответственностью заявляю, это самая отвратительная вещь, что я... Ооооо. Это звучало, как чернуха, реально. Ооо, это реально звучало, как чернуха. А, ты про это? Ты про этот ствол, да? Я себе. Это кто ж тебя так отделал? Это ж ножка от стула, от стола. Выглядит хреново. Может, тебя в больницу отвезти? Слушай, я ведь и правда. И как мы сами не догадались. Отличная мысль. Ну, Эверли. А ещё эти хулиганы нарушили закон. Может, заодно и в полицию обратимся? Заткнись рычи, это слишком тупо. Не понимаю, почему все говорят, что я не страшный? Грим вроде жуткий, голос тоже. Может, я делаю что-то не так, а? Давай-ка проверим. Проблемы с доступом к Джои Казино? На помощь! Кто-нибудь! Отвечаю, это так бесит. Ты начинаешь смотреть фильмы, вот эти Джои всякие, вот эти вот, вот это вот, вся вот эта чепушь. Это безумно бесит просто. Особенно, когда скачал фильм, чтобы посмотреть, блин. Камон. Бесят, бесят, просто ничкенно бесят. Да нет, вроде нормально. Ещё эти, знаете, звуки, там, тун-тун-тун, типа. Странный костюм, ярко-рыжие волосы, дурацкая прическа, жуткий, противный и раздражающий голос. И ещё, он постоянно безумолку нес всякие глупости. Про геев и православие? Придурок, я про клоуна из фильма. А, ну этот-то всего лишь люди и жрёт. Блин, за нафиг вообще жестит иногда. Может, всё же в полицию обратимся? Заткнись, речи, это слишком тупо. Беверли, поиграй с нами, Беверли. Там сейчас волосня вылезет? Мы все летаем здесь внизу. Я уже пусть не помню. Офигеть. Говорящая дырка. Сама ты говорящая дырка. А я многофункциональное сливное отверстие. Там, по-моему, волосня вылезла, я помню точно. Ты не пропал, Ричи? Но ведь тут моё фото, моё имя, мой возраст, мой город. Успокойся, тут напечатано моё полное описание. Спокойно, Ричи. И написано, что я пропал. Что это значит? Это значит, что я пропаду. Это значит, что у кого-то тут есть принтер, долбоёб. Соберись. Мы же ветераны VR-чата. Мы столько всякого трэша видели. Нас не запугать какой-то вшивой бумажкой. Оно ранено. Мы знаем, что его логово в канализации. Нужно спуститься туда и добить его. Нет. Хватит уже постоянно рисковать своими жизнями. Мы там все точно погибнем. Но почему? Вместе мы вполне можем победить. Да кого мы вообще можем победить? Ты посмотри на его пузо. Оно ему чуть кишки не выпустило. А я согласен с Беверли. Монстра я, конечно, боюсь, но там потом по книге у нас всё-таки группа вышка в канализации. Ну, по книге, по книге. Поехали быстрее. Ребята, знаете, я тут подумала. А может, лучше в полицию обратимся? Там не только в канализации. Это слишком тупо. Там не только в канализации. Там везде. Идите меня провоцировать. Я вообще-то убеждённый пацифист и вегетарианец. Блин, да ладно. Что, не ожидали, да? Что вы на это скажете? Старая экранизация круче? Ааа, хорошо, хорошо. Генри, блин, ты там только не умирай. Помощь уже в пути. Эдди, а зелёнка ему точно поможет? Конечно. Но мы же столкнули его в колодец глубиной метров 200. Точно. Пластырь ещё надо. Что, противная девчонка? Значит, не боишься меня? Да я, честно говоря, страха штаны навалила. Ты вправду навалила? Стишки, да что с вами не так, а? Студентики, студентики. Что с вами не так? А, чё, всё, что ли? Эээ? А, нет, там ещё бонус сцены. Так, Стивен, у тебя по сюжету дети застряли в канализации. В кромешной тьме. Как они в итоге будут оттуда выбираться? Перед этим они обратятся в полицию, поэтому их быстро найдут. Это всё по книге, ребят. Кто книгу реально читал, поймут, о чём суть идёт. Что ж, передвинемся сразу же ко второй части. Здесь будут сразу две части Оно. Так что, почему бы и нет? Что ж, вторая часть, очень страшное кино. Погнали, погнали сразу смотреть. Ух, за нафиг, за нафиг, а за нафиг. Чтобы победить Оно, нужно найти артефакты. Да где они уже взрослые? Но, что так же важно, нужно перестать бояться. Да с чего нам его бояться? Да с того, Ричи, что Оно самое страшное существо в мире. Стоп, а как же Рамзан Кадыров? Ой, да какой ещё Рамзан Кадыров? Он же совсем не страшный. Саламу алейкум. Так, кто тут не страшный? А ну-ка, мальчик, давай. Знапик, серьёзно? Ну ты жёсткий, ну ты жёсткий. Ну ты... Смотри, чё, всё, да? Съели? Что? Да поражаюсь, какой же красивый ты стал. Просто актёр офигенский. Просто реально офигенский актёр. Уж не знаю, и чего тебе говном поливали? Ну, если ты забыл, это из-за того случая на пустыре. Когда мы пукали на зажигалке, а она случайно подожгла себе волосы на голове. Точно же! А потом её тушили прямиком из цистерны, мимо проезжающие осенизаторы. По-моему, где-то в интернете я уже слышал ту шутку, но только про машину. Ну, просто эта шутка про говно для меня, как Беверли. В смысле? В смысле, тоже мне нравится. Блин, это так романтично. Я вас всех ненавижу. Ты умрёшь погребённым. Прямо здесь, толстячок. А твои крики отчаяния станут музыкой для моих ушей. А ещё я сейчас пойду и убью твою любимую Беверли. Ой, да как вы современные люди заколебали, а? Бенни, здесь не ловят интернет! Нееет! Хорошо всё-таки, что мы вызвали полицию и грохнули клоны из гранатомёта. Да? Ага. Вот только куда теперь девать оставшиеся 40 минут фильма? Ну, можем скрывать время за погибоносным безудержным сексом? Хорошая мысль. А остальные 38 минут чё будем делать? Привет, малыш. Как насчёт сыграть в игру? Никак вы, блядь, не научитесь. Блин, это было так страшно. Извини, что вцепилась в тебя. Меня ведь если напугать, я рукой даже грецкий орех расколоть могу. Воу. Не-не. Всё хорошо? В принципе, да. Но лучше бы ты схватила меня за руку, Беверли. Да ну, да ну нет. Это то, о чём я подумал и то, чего я понял. Кто понял, то... Нормально, хорошо, хорошо. Что случилось, пап? Твой папа не попал на прощальный концерт Ленинграда. Тьфу ты, блин, напугал. Ну, сходишь в следующем году. Прощальных концертов не бывает в следующем году. Папа ходил на 15 прощальных концертов Аллы Борисовны и понимает в этом побольше твоего. Чё-то ты прям как-то на негативе. Думаю, пора нам прочитать твой любимый стишок. Не буду я читать глупый стишок. Да ладно тебе. Ну, давай. Гуси, гуси. Га-га-га. Значит, он превратился в голую бабульку и просто глянялся за тобой? В целом, да. Правда, недолго. В смысле? Ну, с первого же метра он наступил на собственную грудь и встретился лицом с дверным порожком. На этом погоня и закончилась. На собственную грудь? Да уж. А меня он заманивал голой Марго Робби. Выглядела, блин, как настоящая. Звала меня, говорила, что уже вся мокрая. Ну, я сразу раскусил подвох, ведь на улице шёл дождь. И далеко ты залез в ливнёвку, прежде чем это понял? Ну, где-то по пояс. Ну и как, Билли, вы собираетесь убивать космического паука-переростка? Вообще, у нас есть отличный план, мистер Кинг. Мы кинем к нему железный паук и начнём его матереть. Может, что-нибудь ещё возьмёте? Ну, если можно, один из ваших Минчестеров. Конечно, бери. Тебе, собственно, какой? На 500 гигабайт, на терабайт, Сэма, Дина. А стреляющие есть? Те, что стреляют в сигареты? Нет, блин, те, что стреляют в пояснице. Ты чё, щенок, меня дерзить вздумал? Ха, а что, если еда? Это же Стивен, да, я насколько помню? Теперь ты гей. Поздравляю, Билли. Это я у Роулинг научился. Ладно, ты присаживайся, а я пойду поставлю чайник. Что? Может, лучше наплету? Я, извините, я шутку не понял. Он же электрический. О, я эту бабку помню, эту бабку помню. Это жесть, а не бабка. Она меня даже немножко напугала, шуганула так своим резким выходом. Значит, сколько мы не виделись? Да уж, давненько. Может, водочки? Ну, стопарик, а то мне завтра на работу. Да без проблем. Твое здоровье. Стопаричек. Хорошо. Да ты не стесняйся, закусывай. У меня тут сыр, колбаска, вишня с черешней. Не-не-не, я допиваю и... Ну, что, может, еще по ягодке? Типичная русская ситуация. Спасибо, что я наелся. Оу. Вот ты-то мне и нужен, пухлячок. Тебе уголку потушили. Ну, скажи мне, как можно было анонсировать Half-Five спустя 13 лет в VR, Габен? Да вы перепутали, я просто Габен. Стой еще голода, то хуже будет. Фу, как... У-у-у, хорошо, хорошо, вот это с Габеном, это хорошо. Засчитано, засчитано прям, вот плюс балл Гриффиндорам. Десять очков Гриффиндора. Я не буду под конец, потому что понял. Мы ведь совсем забыли про групповую аргию. А? Как-то это не канонично. Так, подождите-ка. Не по канону, не по книге. А меня спросить не забыли? Ричи, вон, вообще из-за этого остался к 40 годам девственникам. Ричи, брат, ты как, нормально? Ой, да ладно. Так, значит, что сегодня гуляем? Блин, хватит мне игнорировать. Не знаю, по-моему, обстановка сейчас немного не та. Спасибо, Бен. А если я скажу, что только что пописал в озеро? О, да. Да вы охренели. Бен, вот... Лучшая пара для Геральта это Трис. Йеннифер. Нет, Трис. Йеннифер. А я говорю Трис. А я говорю Йеннифер. А как же Фрингили от Нетфликса? Мальчик, а ну иди в шоп отсюда, пока я тебе не навалял. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, хорошо, хорошо. Вот за что я люблю, за нафига. Вот реально у него актуалочка, шутки, наверное, на все времена. Вот просто жизненные шутки бывают. Реально выданы в озвучке. Хе-хе-хе-хе. Ну все, все, кто смотрел Ведьмака поймет про Йеннифер. Хе-хе-хе-хе. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.